Если и есть место в Новосибирской области, где рядом с цивилизацией растет лес, живут белки и поют птицы, то это, конечно, Академгородок. Он спланирован так, что до любого института можно дойти пешком через лес. Но похоже, что эти лесные прогулки могут остаться в прошлом. Над лесным массивом, который находится в квартале, ограниченном улицей Пирогова, проспектом Коптюга и Лаврентьева, в народе его называют Пироговский лес, нависла угроза, считают общественники. И здесь около 30 гектар в свое время было выведено из состава городского леса, хотя они все по материалам лесоустройства до 2013 года находились в академическом лесничестве. Мы считаем, что это незаконно. В данном случае произошло уменьшение площади городских лесов. Представители инициативной группы «Защитим лес» подали коллективный административный иск в суд о признании лесными 25 земельных участков, которые считаются неучтенными. Дело в том, что в настоящий момент Новосибирский государственный университет активно занимается строительством кампуса мирового уровня. И он происходит внутри студенческого городка, на участке с кадастровым номером, оканчивающимся на 1106. И там уже почти возведены здания, все идет своим чередом. Но университет претендует почему-то на окружающие лесные территории также, что, в общем, возмущает жителей академгородка. Чтобы выиграть процесс, требуется получить заключение экспертизы, что Пироговский лес – это все-таки лес, а в городских лесах строительство запрещено. Мы собрали исчерпывающие доказательства того, что это лес как экосистема и как природный ресурс. У нас есть заключение специалистов. Частично в этом бы участвовал филиал Западно-Сибирский институт леса, частично мэрия города Новосибирска, частично мы просили специалистов лесников. И все они пришли к выводу, что это лес. И теперь требуется независимая экспертиза этого участка. Сумма работы экспертной организации составляет 300 тысяч рублей. Вот сейчас мы собираем средства на эту экспертизу. Что удивительно, в принципе, люди поддерживают идею сохранения этого леса, беспокоятся о его судьбе и достаточно активно выделяют деньги. Если у вас есть желание принять участие в решении этого вопроса, то всю информацию вы можете узнать по телефону, который вы видите на своем экране. Также можно перечислить средства по этому номеру с пометкой в назначении платежа лес.